Никотин, аммиак, сероводород, азот, различные эфирные масла и окиси. Вкусный список? К сожалению, но большая часть взрослого населения ответит «да». Как вы, возможно, поняли, речь пойдет о вреде курения. Проблема курения стала одной из главных проблем в стране, несмотря на все возможные штрафы и запреты. Мы находимся на проспекте Кирова, и сегодня я предлагаю провести небольшой опрос среди простых прохожих. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы курите? Я курю. Нет, не курю. Да. Скажите, пожалуйста, какой стаж курения у вас? Ну, лет 40-50, я не помню. Три года. Ничего себе, вот это стаж. А вы? Пару лет где-нибудь. Пару лет, да? Вместе, наверное, начинали. Какой стаж курения у вас? Большой, лет 10, точно. Скажите, а у вас было когда-нибудь желание бросить курить? Было, но не получалось. Было, я бросал курить, когда занимался спортом. То есть на где-то полтора-два года, то есть я не курил эти два года, потом бросил заниматься и начал по-новому. Пробовали когда-нибудь бросить? Да, я бросал. А вы когда-нибудь курили? Курил, 50 лет. Вы когда-нибудь курили? Вообще, я даже не пробовал. Вы когда-нибудь пробовали бросать? Однажды я отравился вином. И что, и после этого вы решили бросить курить? У меня началась температура 40, и я не курил много-много дней. Но потом я встал и опять закурил, как ни в чем не было. Почему вновь начали? Она такая классная. Это же сигарета. Это же коровье моча и всякая дрянь там в ней. Без этого скучно. Планируете еще бросать курить? Конечно, каждый понедельник. А как вы смогли бросить? Не было счастья. Да несчастье помогло. Инсульт попахнул. Курение вам доставляет удовольствие или это просто привычка? Это уже привычка. Уже привычка. Уже не доставляет ни удовольствия, ничего хорошего. Курение приносит вам удовольствие или это просто привычка? Это удовольствие, девушка. Вот мы видели, как вы курили. Ну, в общем, мальчики не хотят идти на контакт, но все и так понятно. Надеемся, рано или поздно до них дойдет, что эта пагубная привычка ни к чему хорошему не приведет. Как вы относитесь к курильщикам? Ну, как? Само на то, что... Я думаю, у каждого курильщика есть желание бросить, да? Просто кому-то не хватает силы воли. Во всяком случае, сейчас я чувствую отлично. И дышу нормально, и... Ну, в общем... В общем, здоровье вы поправили? Конечно. О том, что курение вредит здоровью, написано немало книг и статей, составлено тысячи программ. И тем не менее, люди не спешат отказываться от пагубной привычки. Лишь единицы, лишь самые сильные готовы сделать первый шаг навстречу здоровому образу жизни. Задумайся. Возможно, сделав первый шаг сегодня, ты скажешь себе спасибо завтра.